Рододендрон японский лососевый. Красивый, с бутонами разных расцветок, рододендрон японский будет прекрасным дополнением в любом саду, доставлять проблем данный сорт не будет, так как достаточно неприхотлив. Его может посадить у себя на даче даже садовод-любитель, и растение будет долгие годы радовать глаз своим интересным внешним видом. История появления. Японский рододендрон относится к виду азалий, это очень древние цветы, они появились на планете более 50 миллионов лет назад и росли практически в каждой точке земного шара. Но в результате ледникового периода произошло уничтожение ареалов его обитания. Как выглядит японская разновидность? Согласно большинству источников, родина растения – северная и центральная часть Японии. Из-за того, что родина куста богата открытой местностью, дикие сорта не встречаются в лесах. К сведению, с греческого языка рододендрон переводится как розовое дерево. Но с розой у него мало общего, только вид цветка. Также растения часто называют азалией или альпийской розой. Еще одной родиной растения принято считать Англию. В 15-е, путешественник из Голландии Брейниус привез образцы куста в страну, но там они не прижились. Впоследствии другой исследователь пытался завести куст, но он завял в пути. Только в начале 19-е капитан английского корабля доставил из Индии в Лондон цветущую азалию. В результате очень продолжительной селекционной работы из этого куста получилось много разных гибридов и сортов. Помимо цветковых сортов выводились и листопадные гибриды. Для этого с Востока и США привозили дикорастущие декоративные кусты. А домашнего нейрододендронов производилось по всей территории Европы, в результате было получено около 12 тысяч. Видов азалии. Описание растения. В естественных условиях альпийская роза – это куст, достигающий примерно 2 метра в высоту. Декоративное растение не обладает такими размерами. Связано это в первую очередь с возрастом. Дикая азалия растет на протяжении 80 лет, искусственно созданный вид – около 50 лет. Обратите внимание, благодаря различным окраскам цветов рододендроны могут в одиночку стать прекрасным украшением сада. А их оригинальный вид будет напоминать об азиатской культуре. В корейской национальной кухне часто используется рододендрон, из него готовится традиционное национальное блюдо ченталэхва джон. А лепестки растения добавляются в начинку рисовых пирожков. Популярные сорта японского рододендрона. Классический цвет японского растения – оранжевый, но также есть сорта, обладающие другими яркими расцветками. В России наибольшую популярность приобрели следующие сорта. Рододендрон листопадный японский лососевый. Характерной чертой этого сорта стали не только яркие и пышные соцветия. Его высокая зимостойкость позволяет выращивать не только в средней полосе, но и в Подмосковье. Данный вид можно определить по некоторым признакам. Лососевый лучше сажать рядом с забором. Куст может достигать высоту 2 метра. Распустившиеся. Цветы могут быть 7 сантиметров в диаметре, собираются в соцветия от 6 до 12 штук. И обладают нежно-лососевым оттенком. Цветение продолжается около 3 недель с середины или конца мая в зависимости от климатических условий. Условий. Листья зеленого цвета и вытянутой формы могут быть в длину до 12 сантиметров. Кора светло-серого оттенка. Чтобы посадить такой сорт на участке, нужно приобрести саженцы возрастом 2-4 лет. Чтобы нежные бутоны растения не обгорали, рододендрон лососевый высаживают в месте, где солнце не находится целый день. Лучше всего сажать рядом с оградой. Хоть данный сорт и любит влагу, подкармливать его нужно всего пару раз в год. Японский кремовый рододендрон. Нежный кремовый цвет лепестков хорошо сочетается с желтой сердцевиной цветка. Отличительной чертой данного сорта является непереносимость соседства с крупномерными цветами и деревьями, зато он будет комфортно. Себя чувствовать на газонах. Его часто используют при создании ландшафтного дизайна, так как кремовый рододендрон хорошо растет на территориях с большими перепадами высот. Кремовый цветет так, что не видно листвы. Высотой куст может быть от 1,2 до 2 метров. Он растет на одном месте при правильном уходе около 40 лет. Цветы собираются в пышные соцветия по 6-12 штукам. Так что за ними практически не видно листвы. Рододендрон японский чниперла. Данный сорт относится к самым ранним. Он начинает цвести в середине марта и заканчивает в конце весны. Благодаря своим белоснежным цветам растения часто используются при оформлении праздничных букетов. Шниперле карликовый, но морозоустойчивый сорт. Куст довольно неприхотливый, но растет очень медленно. К 10 годам он может достигать высоту всего 35 сантиметров. В дизайне садового участка он используется в основном для создания натуральных бордюров. Особенностью растения является потребность в формирующей обрезке кустарника после окончания цветения. Благодаря этому действию у цветка появляется стимул к формированию новых почек на следующий год. К сведению, данный вид обладает очень высокой морозостойкость, он может расти при температуре 29 градусов, поэтому очень популярен у садоводов Урала и Сибири. Применение в ландшафтном дизайне. Благодаря своей неприхотливости и яркому цветению японский рододендрон широко применяется в ландшафтном дизайне. Чтобы найти правильное применение, необходимо знать высоту, форму и размер листьев, размер и окраску цветов, а также продолжительность периода цветения. Также следует знать, как каждый конкретный сорт переносит различные погодные условия. Многие специалисты рекомендуют сажать рододендрон в группах с другими деревьями и цветами для обеспечения живописного вида участка. Как посадить японский рододендрон? Так как саженцы покупаются в питомниках, где им созданы необходимые условия, перед пересадкой в открытый грунт растения должно пройти акклиматизация. Для этого емкость с молодым кустиком закаливают, вынося на свежий воздух в полузатененное место сначала на полчаса, затем продолжительность увеличивается. Через 10 дней цветок пересаживается в заранее подготовленную лунку. Выбор и подготовка участка для посадки. Кусты рододендрона рекомендуется сажать в таком месте, где солнце появляется только в начале или конце дня. Лучше всего будет посадить куст рядом с ограждением или фасадом здания. Если выполнить посадку на открытой местности, то листья и цветы растения могут погибнуть от ожогов. Для посадки азалии подготавливается специальный грунт, смешанный с мучей и чистым речным песком. Глинистые и тяжелые типы почвы могут погубить растения. В качестве добавок можно использовать торф или хвою. Важно, если на участке высокий уровень грунтовых вод, сажать на нем японский рододендрон не стоит. Можно сделать это на возвышенном месте с созданием дренажа и канавки для отвода воды. Размножение Японский рододендрон можно размножать несколькими способами, черенками, отводками и делением старых кустов. При черенковании весной срезается веточка длиной 15 см и с нее удаляется несколько нижних листьев. Черенок помещается во влажный грунт, в котором она будет находиться 2-3 месяца до укоренения. Если корневая система развелась достаточно хорошо, то в августе можно производить пересадку в открытый грунт. В противном случае посадку лучше отложить до следующего года, а контейнер с черенками перенести в светлое помещение с температурой 8-12 см. Размножение возможно тремя способами. При большом количестве веток у куста можно выполнить размножение делением. Для этого куст выкапывается и острой лопатой разделяется на несколько отдельных частей со своими корнями и побегами. Самым простым способом является размножение отводками. Выбирается здоровая ветка и пригибается к земле. Место сгиба присыпается грунтом. Молодое растение отделяется осенью или весной. Уход, как правильно поливать и удобрять. Японский рододендрон очень болезненно относится к засухе. При наличии на садовом участке искусственного водоема кусты лучше высаживать рядом с ним. Если такая возможность отсутствует, то в теплое время года рододендрон нуждается в регулярном поливе, чтобы не образовывалось пересыхание почвы, ее при увлажнении мульчируют и присыпают хвоей. Альпийская роза практически не нуждается в дополнительных подкормках. Чаще всего достаточно внести один раз в течение года специальную комбинированную смесь. Также несколько раз в летний период почва вокруг ствола присыпается торфом или хвоей. Полив требуется для куста регулярный. Обратите внимание. При поливе необходимо знать меру и не заливать корни растения. Из-за этого листья свернутся и опустятся вниз. Болезни и вредители. Японские рододендроны могут заболеть различными грибковыми заболеваниями, если не обеспечена достаточная аэрация корней. В целях профилактики кусты следует обрабатывать раствором бордоской жидкости. Корневая гниль может появляться, когда почва недостаточно кислая. Повысить кислотность земли можно внесением в нее торфа или хвой. Японские рододендроны могут атаковать характерные для местных условий вредители. Избавиться от них поможет обработка растений инсектицидами. Многие садоводы выращивают различные сорта японского рододендрона. Благодаря простоте в уходе и красивому цветению он занял свое место на дачных участках жителей России. Все, что ему нужно, это правильный уход и необходимая для роста почва.